Вопрос про шальки, насколько плодотворной была работа, подготовка к этой команде? Что можете про нее рассказать? Подготовка, как всегда. Мы очень хорошо знаем, что будем играть против сильных соперников. Мы знаем, что мы дома играем, мы должны играть за результат, позитивный результат, но подготовка против всех соперников. Удалось ли пообщаться по поводу шальки с Хеведесом? Может быть, открыл какие-то секреты, как против кого играть? Вообще был такой разговор? Да, я несколько вопросов сделал. Мы знаем, что они молодой команда и есть много молодых талантов и быстрых. Но мы еще будем смотреть по видео сегодня и буду учить для этой команды. Насколько радует и воодушевляет команду тот факт, что вернули Лигу Чемпионов в Черкизово? Да, это тоже плюс для нас мотивация, потому что мы давно не играли в Лигу Чемпионов дома. И мы прекрасно знаем, что у нас ответственность на это очень большая. И, как я говорил, мы должны дать свою максимальную на поле завтра, потому что болельщик, ну, ждать от нас очень, ну, хорошая игра. Шалькин не очень удачно стартовал в Бундеслиге. Команда 4 очка всего набрала в первых матчах. Есть ли какая-то мысль о недооценке соперника, что не очень удачный старт и все будет легко? Нет, это совсем другой турнир. Лига Чемпионов нет. Слабые команды. Я не знаю, почему они так неудачно начинали свои там чемпионат страны, но это для нас не важно. Мы должны понимать, что Лига Чемпионов совсем другой турнир. Мы должны готовы к сложной игре завтра. Здравствуйте, Гильермо. Скажите, Локомотив два матча подряд выиграл. Можно ли сказать, что какой-то коренной перелом наметился, что команда набирает форму прошлогоднюю чемпионскую? Насколько важным в этом смысле является матч Шальки и результат? Спасибо. Да, мы тоже очень ждем такие позитивные серии. У нас пока на этот сезон не получилось. И, конечно, у нас сейчас намного больше уверенности есть после этих двух побед. И завтра я верю и надеюсь, что у нас будут такие уверенные игры для того, что мы выиграем эту игру, потому что будет очень важно. У нас уже ноль очки на Лиге Чемпионов и всегда важно сделать результат дома. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова